Добрый день, уважаемые телезрители! Меня зовут Анатолий Кутузов и вы смотрите мою авторскую программу «Время действий». Давайте сегодня поговорим о журналистике. У нас сегодня в гостях Андрея Пургатори. Это итальянский журналист и военный обозреватель, автор сценария многих телефильмов, таких как «Спрут-5», «Карабаджо» и других. Как журналист Андрея занимался темами международных конфликтов. Это война в Ливане 1982 года, Иран-Ираксик конфликт 1980-х годов, война в Персидском зале 1991 года и восстание в Тунисе и Алжирии. На днях в медиатеке Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге состоялась лекция Андрея Пургатори в рамках цикла «Репортаж о России XX века. Путевые заметки итальянских писателей». Сегодня вы увидите часть этой лекции, в которой Андрея вспоминает время своей работы в СССР, сравнивает это время с современной Россией, с тем, что изменилось. И сейчас мы посмотрим также кусочек этой лекции, кусочек интервью с Андрея, которое мы взяли. Спасибо. Иран-Ираксик конфликтов Иран-Ираксик конфликтов Иран-Ираксик конфликтов Иран-Ираксик конфликтов И почти было жалко, что этого больше нет. И почти было жалко, что этого больше нет. И это было жалко, что это было жалко, что это было жалко. Это было жалко, что это было жалко, что это было жалко. Это было жалко, что это было жалко. Это было жалко, что это было жалко. Это было жалко, что это было жалко, это было жалко. Это было жалко, что это было жалко. Мы очень рады, что вы посетили нашу страну и хотелось бы с вами сегодня пообщаться на разные темы. Расскажите, как вы стали журналистом, сценаристом? Мы очень рады, что вы приехали в нашу страну. Пожалуйста, расскажи немного о своей карьере профессиональной. Как вы становитесь журналистом? Я становился журналистом в 1974. Я работал за 25 лет в «Корриере della Сера», это самый большой журналист в Италии. Я занимался внешней политикой и затем, в 15 лет примерно, я был корреспондентом на военных действиях. В то же время я писал сценарии. На данный момент, пожалуй, это мое главное занятие. И сейчас я пишу для «Аффинтон-Пост» и каждый раз для «Би-Би-Си» радиолавору. На данный момент я пишу для «Ващинтон-Пост». Нет, «Аффинтон-Пост». «Аффинтон-Пост» и также для «Би-Би-Си». Андрей, расскажите, какие вехи в своей карьере вы считаете знаковыми? Что на вас повлияло особенно на вашем карьерном пути? Что влияло больше на вашем карьере? На счастье, чтобы рассказать о событиях, которые решили историю в последние 30 лет. Мне повезло, что у меня была возможность рассказать о событиях, которые решили историю в последние 30 лет. Как в Италии, так и в основном мире. В войне. Скажите, а как вы себя больше определяете как журналист, либо как писатель и сценарист? Как вы себя больше definите, как журналист, или как писатель? На мой взгляд, я больше определяю себя как писатель. Потому что, чтобы быть писатель и журналист, нужно любить слова. Скажите, а как так получилось, что такие темы как катастрофы, мафия, международные конфликты стали доминировать в вашем творчестве? Как это произошло, как такие темы как катастрофы, мафия, 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 мафия? Это было так, что сначала я писал для фроники. Потом меня начали отправить на освещение происшествий связанных с мафией, на Сицилию. Потом я поехал в Западную Африку и из-за этого вышло все остальное. То есть это не был скачок в карьере, это было постепенное развитие. И я также очень повезло, что я стал свидетелем важных событий, даже ужасных событий, которые определяли историю последних лет. И я познакомился с такими людьми, которые эту историю 30-40 последних лет определяли. Скажите, есть ли у вас какое-то произведение из тех, которые вы создали, написали, которое вы больше всего любите? Какова история его возникновения? Вы являетесь сценаристом многих фильмов, вы много пишете. Какова история? У вас есть какие-то работы, которые вы preferите, которые вы считаете, что вы preferите? Какова история эта работа? Да, я написал фильм «Муро ди гомма». В этом фильме рассказывается о авиакатастрофе, которая произошла в 1980 году над Средиземным морем. Этот самолет, на борту которого был 81 человек, был сбит военным самолетом истребителем. И, тем не менее, понадобилось более 25 лет, чтобы моего расследования, чтобы я доказал, что этот секрет, в общем, уже не является секретом. Из этой реальной истории я создал сценарий фильма. И, как вы считаете, как вам кажется, как дата официальная признание данного факта страны Франции? Есть еще разные версии этой ситуации. Франция, по-моему, не знала, что это был милитарный бомбард, который убил этот аэроцизвел. Какие другие версии есть у этой истории? Да, 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 да. В данный момент все те версии, которые предоставила французская сторона, они оказались сфальсифицированы. И, к слову, французский, итальянский суд до сих пор ожидает, что Франция предоставит какую-то настоящую версию того, что произошло. И это версия, которая бы, в общем, сняла ответственность со стран, которые в этом замешаны. Франция, Италия, Ливия. Но никто не сумел доказать существование этой бомбы. Ну, насколько я знаю, существует версия о том, что таким образом пытались бить самолет Каддафи, но ракета попала совершенно в другой самолет, в гражданский самолет, и самолет зарвался. И Франция не хочет признать это. «Хе есть ли выставить боевую версию?» «Хе есть ли выставить ее?» «Хе есть ли?» «Хе есть ли выставить ее?» «Хе есть ли, это веро, это возможно. до 1980, la Francia era in guerra con la Libia nel Chad, in Africa, anche se era una guerra non dichiarata. Да, есть такая версия и важно отметить, что в то время, в 1980 году, Франция воевала с Либией в Чаде и возможно ожидали, что на порту находился Гаддафи. И в тот момент, в тот период, Гаддафи рассматривался как враг номер один для Запада, позже этим врагом стали Saddam Hussein и Усама Бан-Ладен. Не забываем, что в 1986, Рыган организовала бомбардировать Либия. Не забываем, что в 1986 году Рыган отдал приказ бомбить Либию. Как раз, чтобы уничтожить Гаддафи. Андрей, ну вот недавно, совершенно недавно пропал самолет, исчез самолет, который летел из Малайзии в Китай. Существуют ли у вас собственные версии по поводу того, как это могло произойти, что случилось и что думать людям? Как расследовать это событие? Рэп-П… 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 Да, я этим занимался, написал несколько статей по этой теме. И я думаю, что эта зона в мире контролирована сателлитами и системами для защиты аэропорта, может быть, как почти ни одна зона в мире. Важно отметить, что эта часть земли, так сказать, покрыта очень плотно спутниками и противоракетной обороны, возможно, как никакая другая часть. Но ни одна из стран, которые каким-то образом оказались утянуты в расследовании этого происшествия, не сотрудничала полноценно с расследованием, чтобы выяснить, что произошло. Возможно, произошло большая техническая неполадка. Возможно, произошло какой-то sabotage, то есть намеренное нарушение. Возможно, это невозможно, чтобы один аэропорта, как у Боинг 777, уничтожить почти 7 часов, без того, чтобы никакого системы защиты аэропорта в любом стране было видно, где он и что происходило. То, что определенно было невозможным, это то, что самолет, такой большой самолет как Боинг 777, летел в течение 7 часов и ни одна из систем обнаружения, в общем, не узнала, куда он летел через никакого времени. И в этом случае тоже всю правду не рассказали. Андрей, поделитесь опытом журналистского расследования. Какие методы вы используете как журналист, который хочет добиться правды? Скажи, пожалуйста, по-анимену, про-анимену, 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 про-анимену. Л'unico метodo è quello di cercare tutte le possibili информazioni которые сомнятят теорию, которую ты следуешь. Потому что если ты не найдешь ничего, что сомнят, это значит, что ты делаешь правильную дорогу. Самое важное это попытаться найти все возможные данные, которые опровергнут ту теорию, ту версию, в направлении которой ты двигаешься. Если ты не найдешь ничего, это означает, что та версия правильная. В любом случае журналистское расследование всегда можно сравнивать с таким моментом, когда ты бросаешь камни в воду и круги на воде постепенно уменьшаются, уменьшаются до того момента, пока они становятся меньше. Скажите, а как вы обеспечиваете собственную безопасность в момент журналистских расследований? Я знаю, что при расследовании трагедии Устики погибло 12 потенциальных свидетелей этого события, этой катастрофы. Оказывалось ли на вас когда-либо давление со стороны? Скажите, как вы обеспечиваете свою защищу? Я слышал, что в обеспечивании Устики погибло 12 журналисты, 12 журналисты, которые могли стать свидетельствами. Нет, я не защищаю свою защищу. Я не защищаю, я не защищаю ни об этом. Я не защищаю, ни обезьян, ни обезьян. Я никак не забочусь особо о своей безопасности, у меня нет пистолета и возможно в некоторых видах журналистского расследования, например, как вот история устики, есть риск, но возможно мне просто повезло, и она никогда не слышала прессия. Но, тем не менее, на меня много раз оказалось давление, мне два раза разбили машину, более ста раз мне звонили домой, анонимные личности, и также мне вторгались в дом, но, к счастью, во все эти случаи, в общем, никак не задели мое здоровье. Я знаю, что вы также занимались исследованием войны в Персидском заливе. Вот какие нарушения прав человека вам удалось выявить, которые происходили в этом событии, и применялось ли, на ваш взгляд, радиоактивное оружие? Я знаю, что вы также занимались войны в Голфо Перси, и, соответственно, вы знаете, что вы использовали армии, 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 армии? Насколько я знаю, в Персидском заливе не использовалось ядерное оружие, но применялось химическое. Я это видел своими собственными глазами. Я был одним из первых журналистов, которые вошли в курдскую деревню Алабджа. Когда я туда приехал, там все еще было 5000 умерших. И в этот момент я приехал, вместе с 3 медики из Медицин Сан-Фронтиер, которые были были те, кто прелезут, и помехи, которые потом попробовали, что действительно были использованы армии. И рядом со мной были три медика из Организации врачей без границ, которые произвели испытания, исследования и убедились в том, что это было применено химическое оружие. Андрей, скажите, а как Вы оцениваете состояние дел в области свободы слова в Европе, в журналистике? И достаточно ли Вам свободы слова для того, чтобы выражать свое мнение как журналисту в статьях и в интервью? Как Вы оцениваете свободы слова в Европе и если Вы оцениваете свободы слова для себя как журналисты? Нет, свободы слова для журналисты не было никогда. И, особенно, есть некоторые страны, в которых в Италии, где мы были проблемы. Стоит сказать, что журналистам свободы слова всегда не хватает. И было в Европе несколько стран, в которых, в связи которых Италия, в которых были особенные проблемы с этим. А насколько Вы себе представляете состояние дел в российском обществе и какими каналами пользуетесь СМИ для того, чтобы формировать свою картину? Существует ли вещание русских каналов в Италии? Как Вы оцениваете ситуацию с масс-медия в России? Какие фонты информации используются? И если есть в России, если есть каналы русские телевизионные? Я думаю, что здесь в России, в России, в отношении между журналистами и что они могут рассказать, в том, что, в России, в том, что, в России, в России, в том, что, в России, в том, что... В России есть ситуация с журналистами и с тем, что они могут говорить, очень изменилась к лучшему. Достаточно сказать, что я являюсь журналистом и могу передвигаться как хочу. Но это верно, что в России, как и в Италии, были случаи, когда журналисты платили жизнь за то, что они хотели рассказать о своем мнении. И, на мой взгляд, именно это право рассказать является тем правом, которое журналисты по всему миру, независимо от страны, должны защищать. Когда речь идет о защите свободы и печати, мы все можем быть русскими, итальянцами, французами, арабами. Андрей, а какие вы смотрите телеканалы, какие читаете газеты, международные газеты, Guardian, Telegraph, Washington Post, New York Times или что-то еще? Андрей, а какие журналисты читаете и какие телеканалы читаете телеканалы, если читаете таки журналисты, как Washington Post, Guardian, Telegraph? Да, но я, на мой взгляд, не говорю русскими. Конечно, я не говорю русскими. Конечно, моя первая фонтная информация со мной на английском языке и французами, а также итальянами. Но, когда я смогу найти такую tradуцию или возможность посмотреть, даже, чтобы читать, чтобы читать, читать, что я делаю. К сожалению, я не владею русским языком, поэтому читаю газеты на английском и французском, помимо газет на итальянском. Тем не менее, когда я нахожу какую-то статью российского журналиста в переводе на иностранные языки, я обязательно ее читаю. Скажите, есть ли у вас опыт взаимодействия с российскими СМИ? Размещали ли вы, как дата, свои материалы, свои статьи в наших российских средствах массовой информации? Вы знаете, у вас есть опыт в связи с масс-медиа русскими, если у вас есть какой-то свой материал в журнали русскими? Нет, я никогда не публиковал ничего в российских журналах, но у меня было очень много контактов с российскими журналистами в России и в Италии. Андрея, скажите, какие темы общественной жизни для вас сейчас наиболее интересны, как в Италии, так и в России, так и в целом в Европе? Какие события для вас сейчас для вас сейчас интересуются, как в Европе, так и в мире? Я занимаюсь об этом в Аэромалесе, но я думаю, что это важно понимать, например, что в Сирии и в Криме, так и в Криме, так и в Криме, так и в Криме, так и в Криме. И это очень важно, по-моему, чтобы журналисты действительно рассказали, что это происходит. Ну, скажем, я занимался расследованием падения самолета малазийского. Кроме того, очень важна для меня ситуация в Сирии и в Криме, разумеется, потому что эти два места сейчас являются местами, в которых происходит кризис. Скажите, а не забудет ли вас ситуация с Венецией? Но вы не обращались за ситуацию с Венецией? Какая ситуация? Это референдум, когда Венецианси голосуют за то, что поделиться с Италией. Венецианси голосуют за то, что вы делаете в Криме, так и в Криме, так и в Криме, так и в Криме? У нас есть историческая проблема, но немного она отличается от истории с Кримом. Понятно, Андрей. А как вам видят будущие журналисты в связи с развитием Интернета в мире? Как вы видите futuro с журналистами, принимая на себя вопрос о развитии Интернета? Lo vedo come un problema e come un'opportunità. Internet è una grande opportunità, ma è anche uno strumento che bisogna saper usare, perché non tutto quello che c'è su Internet è vero e non tutto quello che viene scritto su Internet viene scritto seguendo le regole professionali. Però è anche vero che quello sarà il futuro e quindi non esisteranno in futuro più i giornali con la carta e bisognerà però trovare un modo per cui quello che c'è su Internet l'informazione venga pagata, altrimenti non ci saranno più neanche i giornalisti. Chi troverà il modo per far pagare ciò che si trova su Internet diventerà l'uomo più ricco del mondo. Il modo che il possibile che sia possibile per chi è stato il modo per cui si trova l'informazione venga, che sta poter il migliorare al mondo, ci saranno più fortale. Ciò che possiamo vogliai vogliere al nostro телезritorio. L'indagine che vogliai 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 al nostro зрitore, l'indagine che vogliai vogliai aiuto vogliai il momento della storia. Per per capire, per fare e essere attivo, cosa vogliai vogliai aiuto? Наш программа ста финендо. И, Андрей, что подограды, которые подограды и наши спеттатуры? Наш программа называется «Темпо операции», который подограды для импредитов. Что подограды и наши спеттатуры? Я и ваших спеттатуры я надеюсь, что у нас всегда больше, чем в наших странах, и, кем обнаружил, что подограды и шли от都, если вы помните. Скоррой которой можно будет, что это может быть очень близко и близко. Я желаю телезрителям, зрителям программы, чтобы они все больше узнавали наши страны, Россию и Италию, чтобы знакомились ближе с нашими различиями, поскольку знакомство с различиями позволяет стать в будущем ближе и дружелюбнее. Спасибо, Андреа. Грация, спасибо. Уважаемые телезрители, у нас сегодня в гостях был Андре Пургатуре, это итальянский журналист и военный обозреватель. Вы смотрели программу «Время действий». Желаю вам хорошего настроения, мира. С вами был Анатолий Кутузов. До свидания.